Вместо старых, алюминиевых и ветхих новые качественные провода на 15 кВт, способные доставлять от 230 до 400 Вт электроэнергии в каждый дом. Проблемы с электричеством здесь были постоянно. Из-за малейшего ветра или других причин свет отключался. Приходилось вызывать бригаду ремонтников, рассказывает местный житель Магомед Угурчиев. На их улице заменили электропровод несколько недель назад. Сейчас со светом всё хорошо. Проблема в том, что мы приходили в доме с электроэнергии. Мы находимся в доме с электроэнергии. Мы учились в городе, где мы видели, что свет слабый в воду. Мы дети в доме с электроэнергии не были. В общей сложности в районе эллинатора, как мы делали другие районы с электроэнергии. В общей сложности в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется заменить 1100 метров электропровода. Сейчас работники Россетей трудятся на улице Школьная. Занимается ремонтом бригада из пяти человек. Кабель подсоединяют к новому трансформатору, который заменили в прошлом году. Он способен выдавать 400 киловатт электроэнергии. Россетей трудятся на улице Школьная, по улице Зязякова, по улице Свободы. Некоторые жалуют, что не могут подключать стерильные машины. Разные. Поэтому сейчас более мощный трансформатор был. А вот первый. Более мощный. Это 400. Это как раз достаточно. Благодаря государственной программе удалось не только решить проблемы села, но и улучшить жизнь сельчан. В рамках все той же программы «Комплексное развитие сельских территорий» сделали новый тротуар протяженностью 570 метров. Ширина стандартная – метр двадцать, а вот толщина была увеличена для более долгой службы. С 8 сантиметров до 14. Работы завершили в сентябре этого года. Все аккуратно и красиво. Люди жаловались, обращались. Тут вообще грязи было. Сейчас аккуратно. Тут и школа, и центральная улица. Частота есть. За счет федеральных средств удалось наладить систему водоотводов на улицах Яндиева, Угурчиева и Асканова. Новые водостоки решили многолетние проблемы застоя воды. Сейчас все хорошо. Вода стекает вниз под наклоном, а высоты в полметра хватит для отвода даже в самые дождливые дни. Госпрограмму реализуют до 2025 года. Ее цель – в первую очередь создать благоприятные условия для жизни сельчан. Идрис Ижиев, Мухаммад Белокиев, Новости 24. Редактор субтитров А.Семкин